к, наверное, моему одному из самых любимых кейсов, это Артём Колотов. И наверняка кто-нибудь здесь знает Артёма. Если уж Януша вы знаете, то, наверное, плюс в чат, кто знает Артёма. Артём – это очень интересный человек, во всяком случае, для меня. Он до сих пор является моим клиентом, кстати говоря. Реально, я сейчас расскажу чуть-чуть длинную историю, но мы с ним знакомы уже аж три года, он всё время ко мне приезжает, у меня есть в Инстаграме с ним фотографий много, ну и так далее. Смысл в чём? До наставничества у Артёма был завод за ЖБИ семейный. Вы, кстати, это видео тоже можете найти, у меня прям есть отзыв, начиная о работе и о наставничестве, ещё кучу разных, опять же, прям на протяжении трёх лет. Я надеюсь, что с последнего проекта, который у нас сейчас идёт с ним, я тоже отзыв получу, и получится уже на три года. У меня есть такие как раз примеры работ с клиентами, когда мы работаем по три по четыре года, и у меня с ними всё время отзывы идут, каждый год стабильно. В общем, смысл какой? Потому что, во-первых, у него был семейный завод железобетонных изделий за ЖБИ, завод за ЖБИ, ЖБИ, естественно, извините, я тут это, за лишнее, ЖБИ, завод железобетонных изделий семейный. Ну, отец занимается стройкой, в общем, как вы понимаете, у него есть тема стройка колотовых, которую вы можете тоже поискать в группах. В общем, я предложил ему заняться не продажей железобетонных изделий, а именно установкой септиков, потому что у меня тоже на тот момент просто был кейс, я говорю, слушай, а вот если вот это, вот это, вот это попробовать? И он сказал, да, слушай, у нас тут есть ребята-хлопцы. Я, как сейчас помню, сайт назывался Бетон5РФ, потом Артём этот сайт купил, поэтому можете сейчас уже, наверное, не искать, хотя может и работает до сих пор. В общем, смысл какой? В том, что они у него покупали эти изделия и ставили септики. Я говорю, слушай, так займись тем же самым. Я вот поэтому тебе и предлагаю. Он говорит, слушай, ну да, давай попробуем. Да, за ЖБИ раздольное. Не раздолье, а раздольное. Сделали ему лендинг. Лендинг самый некрасивый, который вы можете найти. И Артём тоже до этого, собственно, мне показывал свои лендинги. У него они красивые, у меня некрасивые. Но при этом мой работает, его, естественно, не работает. На тот момент у него были первые потуги. Мы сделали рекламу, и после первого месяца мы вышли на доход 200к в месяц септиков. Вот как раз септики за ЖБИ. Почему я хочу сделать акцент именно на этом случае? Есть несколько моментов. Первый момент. В Новосибирске очень популярны железобетонные септики, то есть из колец. В Москве, например, более популярны пластиковые септики. То есть, вот я сейчас живу в коттеджном посёлке, и у нас нет центральной канализации, зато у всех есть вот эти септики. И септиков этих, пластиковых, просто дохренища, потому что мы с всех есть. Но с ЖБИ колец нет ни у кого практически. Просто они не популярны. В Новосибирске всё наоборот. В Екатеринбурге, например, тоже пластиковые септики популярны. Почему, кстати, вот Тёма пробовал, мы вместе с ним пробовали на Екатеринбург выйти, не получалось. Именно по такой причине. А в Челябинске бетонные? В Челябинске бетонные. То есть, понимаете, ребят, тут не угадаешь. Надо тестировать и смотреть каждую нишу. Вот. Это раз. То есть, мы угадали, во-первых, с направлением. Но он уже примерно это знал по конкурентам. Опять же, анализируйте конкурентов, господа. И в рекламу он в итоге за сезон потратил на тот момент 360к. Чистыми он заработал около миллиона. И это был неплохой результат, в принципе. Но мы знали, что можно сделать лучше. И дальше он решил, говорит, давай я к тебе наставничество пойду. Хочу, чтобы он одновременно был моим клиентом. И говорит, я хочу вместе с тобой как бы больше общаться. Вот. Ну, естественно, мы начали это всё дело максимально общаться. И во время наставничества мы запустили две темы. Одну тему, я честно признаюсь, она была немножко провальной. Она потом пошла в плюс. Это были бани. Я вот начну с неё. Мы решили бани запустить. Это тот самый сибиряк бани, который Женя потом забрал себе для фундаментов. Ну, у него адаптировал, так сказать, сайт. Украл. Украл. Ладно. В общем, смысл какой? В ноябре, когда мы пробовали запускать бани, оказалось, что спроса на бани просто не было. То есть, при этом у меня были кейсы, Москва и так далее, где были очень крутые результаты. На Питер это не работало. Ой, на Питер, господи. На Новосибирске это не работало. Не работало по причине жёстких морозов. Там что-то минус 40 было на тот момент. И мы потом уже смотрели по WorldStat. Работу именно в ноябре, в тот момент, когда мы запускались, тестили, люди хоть и оставляли заявки, но при этом спроса был прям вот почти ноль. Потом мы умудрились сделать реально неплохой результат. Мы смогли выйти, но это уже как бы позже было, после наставничества, мы уже смогли выйти на как минимум 3-4 дома в сезон, в постройку в месяц. Это тоже в начале как бы ниши, это неплохо. Но это случилось только после того, как закончилась вот эта вот огромная дыра. А она продолжалась в ноябре-декабре. И мы этого просто не знали. Но зато септики. Септики мы на следующий сезон смогли вывести на доход 700-мульон, что очень-очень неплохо. Давайте я себя куда-нибудь опять передвину. Ну, тратил в рекламу Артем суммарно в месяц 300 тысяч. Я даже сейчас могу вам примерно так открыть инсайт. Это было 210-220 тысяч в Директ и 80 плюс-минус было в AdWords. Были еще траты всякие соцсети и так далее, но они не приносили результат. Есть несколько, опять же повторюсь, проблем у этих септиков. Первый и самый большой, естественно, минус – это сезонность. То есть, после того, как снег выпадает в Новосибирске, в Питере, где угодно, снег выпадает, чаще всего просто приостанавливается любая ниша. Именно строительная и именно вот такой открытого типа. Когда идет отделка, там понятно, там пофигу. А когда она вот открытого типа, на природе, так сказать, снег обычно сильно мешает во многих нишах. И, естественно, септики – это одно из самых частых направлений. Хотя, опять же, строители все знают, что, в принципе, при снеге тоже можно это все делать. Главное, чтобы земля не промерзла. Но, опять же, это все не знает ни один клиент, поэтому он и не ищет. Вот. В общем, сезонность – это первая проблема. Вторая проблема, с которой столкнулся Тёма – это объем рынка. То есть, 300 тысяч рублей, которые он тратил в рекламу на Директ, на AdWords – это был потолок, который вообще можно получать. После этого он, ну, когда я ему говорю, слушай, чувак, ну, знаешь, у нас просто потолок, ты дальше просто не сможешь выйти. Тёма мне не поверил сначала. Ну, это вот, опять же, когда вы делаете первые шаги, вы обычно людям склонны не верить. Тёма решил пойти к другим ребятам. Ему сделали еще один лендинг, он потратил еще деньги. Ему запустили еще рекламу, и, в принципе, он не получил дополнительного трафика нифига. Ну, просто он несколько одновременно работало. И ничего не поменялось и не менялось, просто потому что объем рынка больше не позволял никуда вырасти. Естественно, я предложил сразу уйти в какие-то другие города, и после вот этого кейса Артёма у нас появилось достаточно людей, которые в Москве запускали септики и до сих пор успешно запускают и получают результат даже за ЖБИ, кстати, септики, на удивление. В Питере это делают, хотя в Питере тоже пластиковые очень популярные и прочее. То есть, много, прямо плеяда людей выросло, которые запускали септики. Очень жалко, что Тёма, к сожалению, не дошел до всяких разных других септиков. Он, если вы знаете всяких Тимуров, Исикаевых и так далее, он даже у них консультации покупал, но не очень довольный был. Ну, не в смысле того, что мало информации, просто он и так всё это знал. И он пытался выйти, естественно, на другие города, но что-то мешало. Самое главное, опять же, запомните, есть объём рынка. И при том, что это был завод, по сути, отцовский, то есть, он имел какую-то только долю, там 50 на 50 он с отцом работал, вы будете иметь меньше, потому что вы партнёры. То есть, вам будут 10-15% предлагать, и где-то, может быть, 20%. То есть, вы отсюда бы имели не миллион, да, чистыми, а чистыми вы имели, там, в районе, и не 700, а имели бы где-то в районе, там, допустим, 300 тысяч рублей. То есть, вы вкидываете 300, зарабатываете 300, ну, может быть, чуть больше, опять же, если 20%, вы зарабатывали 500 тысяч рублей. Это неплохой результат. Но дальше, например, в Новосибирске, сделать по объёму в ЗЖБ и в пластиковых септиках просто нереально. Тёма молодец, он, конечно, сделал ещё другие итерации, которые всё-таки довели его до максимального результата. Он пошёл в продажу крупняка, то есть, он пошёл в коттеджные посёлки и начал предлагать им септики, установку, то есть, прямо на целый коттеджные посёлки. И там, конечно, он начал зарабатывать те самые большие деньги, которые многие мечтают. Но это долгие деньги, которые хорошо дополнительно помогают расти, но при этом они не могут быть основными, потому что это всё долго. То есть, он септики ставил, во-первых, на свои деньги, и потом ему только платили. Ну, то есть, там тоже есть свои подводные камни. В общем, Тёма, конечно, молодец, но зато результат мне очень понравился. Он, во-первых, это 700к, до миллиона он дорастал, повторюсь, с крупными всякими разными итерациями. Сразу скажу, сейчас он не занимается этими темами, ну, во всяком случае, активно. Он это всё передал на аутсорс, и сейчас он занимается другими тематиками. Почему? Потому что он здесь решил... Во-первых, его стройка достала. Ну, так бывает, знаете, когда уже богатые люди, они сходят с ума, им то не нравится, это не нравится. Я его прекрасно понимаю. Сейчас у него есть стабильный доход. В принципе, у Тёмы есть довольно много кейсов. Вы можете его найти. Он и всякие РБК светится и тому подобное. У него есть... Он другим занялся. Он, честно признаюсь, он занялся инфопродуктами. Он не связанный со стройкой, он совсем другим занимается. Но, тем не менее. Просто ему показалось, что есть темы более простые, я с ним согласен. Есть ещё более проще ниши, и он это доказал и показал. Самое главное, он вышел снова на доход большой. Не меньше, чем был до этого. И самое главное, от чего он отошёл, это, конечно же, от сезонности. Просто, на самом деле, запустив новую нишу. Поэтому, когда я говорю про строительные тематики, я всегда говорю, ребята, запускайте несколько тематик. Рано или поздно сезон придёт, и вас просто раздавит. Вот, кстати говоря... А, вот, чей-то отзыв. Мне просто Миша прислал. Вот, Колотовы, это вообще круто. Каждый день ездим мимо их базы, и там стоит плакат. С одной стороны папа, с другой стороны сын. Ну, как раз у них. Папа, кстати, есть на лендинге, который я делал. Так. И, кстати, Игорь Задорожный, конечно же. Да. Любимый вам. Вами. Игорь Задорожный есть во всех уже городах страны, если вы знаете. В принципе, не сильно обращаешь внимание на этот плакат, но когда однажды меня попросили узнать про цены на сайпчике, то первыми в директе был их лендинг. Открываю. Какие-то знакомые лица начинают читать. О, так это раздольным. Самое главное, знаешь, где их искать, и у них, получается, перекрыт практически весь выезд из города. Ну, потому что, реально, они на выезде направо, это куда? На восток, получается, находятся раздольные. Я там не был, сразу говорю, я просто на карте постоянно это все пикал-тыкал. Получается, что в большой степени они торгуют своим лицом. Грубо, но правда. Потому что, в итоге, есть уникальное торговое предложение, и я сразу людям говорю, что очеловечивание очень сильно помогает и упрощает работу с клиентами. И это одно из тех условий, которые Тема понял, принял, и принимает это по сей день во всех тематиках, которые сейчас он запускает. Кстати, это было задолго до того, как я их здесь увидел. А увидел он в какой группе? Правильно, в нашей. Но, на самом деле, это даже старый отзыв. Надо всякие новые попробовать, попросить у Темы с новыми уже проектами. Наверное, будет прикольно. Но это будет позже. А сейчас надо про Женю Тимакова рассказать. Господа, а вам как кейс-то вообще? Вы хотели бы попробовать сделать на тех же самых строительных или на предыдущих темах, которые я вам показывал, вообще результаты а-ля 200+, 300+. Я вам повторюсь, это можно сделать. Есть, конечно, определенные моменты. То есть, я могу сюда накидать, как минимум, понимаете, вот на каждого человека, которого до этого я показывал. Например, на Артема, плеяда людей. Яныш, плеяда людей. То есть, туда можно сразу несколько докидывать. Олег, ну, тут покупал заявки у конкурентов, он, конечно, неповторим. Но металлоконструкция при этом, опять же, ну, плюс-минус. Ремонт квартир, плеяда людей. То есть, у нас есть ребята из Новосиба с ремонтом квартир, и Екатеринбург. Мы там что только не делали. Костя тоже отчасти уже заезженный кейс. Все вот моменты, я вам сразу могу сказать, они отчасти, ну, плюс-минус заезжены. На инфонишах есть кейс? Есть. Но мы, опять же, сегодня их не разбираем по причине того, что... Может быть, интенсивнее коснемся, но, опять же, там просто другая технология. На наставничестве, да, Макс, я это разбираю. Инфа и вообще тему с продюсированием, с инфобизнесом мы касаемся там отдельно. Есть и лекции, я читаю. С прошлого наставничества прям начал лекции отдельно читать и отдельно ребятам рассказываю, как работать как инфопродюсером и как это все происходит. Потому что у самих есть опыт. Разве септики как ниши еще не выжжены? Нет, еще нет. Могу сразу вам сказать. Ребята до сих пор приходят, когда им не... Вот приходит человек, ты ему не говоришь, что это очень конкурентная ниша. Ну, такой... Подумаешь, раз, и получает результат. И мы даже в шоке сидим. Да, и фундаменты тоже не выжжены. Хотя Костя говорит, что этим летом прошлись, ну, нифига подобного. Нет, понимаете, это летом прошлись, а с следующего года у людей опять же... Опять же все. Надо строить. Надо их строить. Причем людей станет намного больше, потому что мы людям рассказали, и они запустились где-то в июле, а на самом деле сезон-то начинается где-то в мае, поэтому... Апрель-май. Да. Не совсем все выжжено. Далеко нет. Да. Кстати, по сезонности, про все эти дела на интенсиве будем очень хорошо разбирать, куда стоит идти, куда не стоит идти, в какой сезон. Там этот велодельный блок будет по нишам, по сезонностям и по всему остальному. Так.